На востоке Казахстана готовятся к пассивной. Чтобы не было срывов, работников одного из крупнейших сельхозформирований перевели на карантин. Те, кто занят в поле, теперь живут неподалеку в общежитии. Полностью закрыты на работе сотрудники молочной фермы, чтобы случайно не попасть в изоляцию. Анна Ленисенбердина об особых условиях работы аграрьев. Многопрофильное хозяйство в поселке Солнечный пригоряде Усть-Каменогорск – одна из крупнейших в области. Больше полувека снабжает свои продукции жители региона. Но вот с полным карантином здесь столкнулись впервые. Вот уже две недели рабочие сменили адрес жительства. Вместо дома возвращаются в общежитие. Вход строго в масках, обработка рук – обязательная процедура. За порядком следит бригадир Кайрат Капдолдин. На молочном производстве он уже 22 года. Рассказывает, что такие меры здесь просто необходимы. Работу фермы остановить никак нельзя. Я сам лично понимаю, потому что у нас не такая работа, что неделю остановить, потом прийти, дальше продолжать у нас не получается, потому что коровы не кормлены или не доены уже 2-3 дня, потом уже это бесполезная работа будет. У нас дойка идет круглые сутки. Мы сейчас обеспечиваем полгорода, потому что 30% городские молока наши. При этом график налажен строго. Кормление по часам дойка тоже. От этого зависит производительность молока. Кристина Умарова – оператор машинного доения в новом роботизированном комплексе. Оставила двоих детей дома с родными. Ситуация обязывает. На попечении доярок только в этом цехе 900 коров. Весь процесс, хоть и автоматизирован, но требует постоянного контроля. У нас вот старые базы есть, например, там тремя аппаратами, то есть три коровы разно дуются. У нас 36. Мы, то есть, постоянно по залу ходим, смотрим, на коровы отдаются, мы выпускаем. Это время, то есть. Мы экономим время. И за то есть, которая дойка, например, не 50 голов могут подоить, мы за это время можем подоить где-то около 500 голов. Ежегодно же каждая корова здесь дает почти по 8,5 тысяч литров молока. В советское время каждой доярке, которая давала 3600 литров, давали герою соцтруда. На данный момент можно каждой доярке дать герою соцтруда. Всего в сутки ферма производит 35 тонн молока. Работа идет круглосуточно. В карантине больше 100 человек. Женщины при этом стараются обеспечить комфорт. Гульжанат Оспанова – фуражир, заведует кормами. Но сейчас обеспечивает питанием своих коллег. На обед сегодня киспекуиже и баурсаки. Мы жарим баурсаки для наших работников, чтобы они не чувствовали, что они находятся далеко от дома. Чтобы ощущали домашний уют, тепло. В похожих условиях живут и те, кто трудится на поле. Но днем все на смене. Весной день год кормят, говорят здесь. И готовят почву к посевам. Удобряют, сохраняют влагу. Природа живет по своим законам. И карантин для нее неведом. Несмотря на введение карантина, мы продолжаем все работы в полном объеме. Мы не говорим даже о сокращении людей. Мы, наоборот, добрали людей. Потому что круглосуточный режим потребовал от нас, дополнительных людей, на обработку, на санитарные обработки. Для того, чтобы сменность увеличить, круглосуточный режим людей перевести. В полтора раза увеличена и заработная плата тех, кто работает в изоляции. Доярки-трактористы теперь вместо обычных 200 тысяч тенге в месяц получат на 100 тысяч больше. Анна Лисенбердина, Сан Тулепов. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24.